Это Вести без Киселева, наш совместный проект от реальной журналистики Ермак Медиа. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Явление шута народу. Господин Жириновский на этой неделе выступил за вакцинацию всех парламентариев. Резко раскритиковав действия коллег, он призвал сделать вакцинацию проходным билетом в восьмой созыв. Кого не допустить сюда в восьмой созыв? Кто не сделает прививку? Они не хотят заботиться о своем здоровье. Как им поручить заботу о здоровье всей страны? Друзья, да он походу в доле. С масками не получилось, переобуясь на вакцину. Но главное, вы заметили, с какой пеной у рта лидер ЛДПР-сообщества сказал, они не хотят заботиться о своем здоровье. По мне, так они нормально о себе заботятся. Потом опять о себе. И снова немного о себе. Список отстойных, достойных, почетного знака депутатов Санкт-Петербурга на этой неделе публиковали практически все сетевые СМИ. В их число попал и тот, от которого знак такого уровня надо бы держать подальше. Речь о Викторе Шабнове, которого два года назад уволили в связи с утратой доверия. Его подозревали в коррупции. Но подозревали-то два года назад, а наградить-то хотят сегодня? За это время 370 миллионов рублей, полученных им в результате исполнения госзаказов, уже закончились. А нет денег, нет и вины. Награду – студию. Приз в студию! Пикеты против насилия закончились насилием. 25 ноября Россия решила отметить Международный день борьбы с домашним произволом. Но что-то пошло не так. И террор из домашнего превратился в уличный. Я не сопротивляюсь, вы что делаете? Вы что делаете? Я не сопротивляюсь. Не дайте мне документы. Подождите, еще и ломай. А документы, вы что? Надеюсь, господа полицейские, вы гордитесь собой? Особо опасных преступников задержали. Это бы ваше рвение на выполнение своих прямых обязанностей. Я отношусь к этому отрицательно. А то легко в себя поверить, когда рядом дети и женщины. Одни в компьютерной игре Майнкрафт, другие вон за права свои боролись. Скажи спасибо, что не убили. Спасибо. Пожалуйста. Друзья, у меня для вас отличная новость. Команда Ирмак Медиа уже вторую неделю готовит для вас спецпроект о самом грязном российском городе. Мои коллеги побывали на производстве, на собственном здоровье, прочувствовали, что такое настоящая газовая камера. Подробности узнаете уже совсем скоро. Не забывайте подписываться на наш канал, включайте уведомления и будьте в курсе самых главных, на наш взгляд, событий. Не боитесь шутить о политике? Тогда мы идем к вам. На этой неделе стало известно, что каждый десятый россиянин опасается преследований из-за политических шуток в интернете. Результаты исследований, опубликованные журналом Forbes, говорят, что 75% опрошенных предпочитают не шутить на тему политики в интернете. 10% искренне верят, что после подобных выходок за ними будет выслана Росгвардия. Видимо, остальные 90% просто побоялись пройти опрос. Ну, у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете. Хотя, иногда, ну, вы понимаете, что я имею в виду. Оказалось, самые непуганные респонденты живут в Екатеринбурге. 37% опрошенных екатеринбуржцев не боятся царского гнева. А самым пугливым городом оказалась Москва. 63% респондентов стараются избегать политического юмора. Еще 13% боятся внимания правоохранителей. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Путин год. Ну, он столько для людей все равно сделал. И для пенсионеров, и для мам молодых, и для всех. Очень много он делает. Было ничего, осталось все. Если бы не было Путина, то уже был бы хаос. Первые дни декабря в российских СМИ каждый год наблюдается одна и та же забава. А именно подсчет стоимости новогоднего стола большинства россиян. Но только в этом году что-то пошло не так. Потому что знаменитая фраза «Не хлебом единым жив человек» в этом году получила оттенок тотального отрицания. Надо просто задуматься о собственном здоровье. Надо встать поменьше питаться, например. Коммерсант на этой неделе обнародовал беспрецедентный факт. Впервые за последние пять лет продажи хлеба выросли до 8 миллионов тонн. Докадываетесь почему? Объем нашего ВВП вырос почти в два раза. Так конечно, друзья, потому что объем ВВП вырос в два раза. И я сейчас не проваловый продукт, если вы понимаете. Так вот, ровно во столько же снизились и доходы россиян. В два раза. Дело во мне? Или весь мир сходит с ума? Темгу и стейки большинство из нас променяли на хлеб черный и батон белый. И если вы не в курсе, Госдума все-таки приняла закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Депутаты, депутаты, такой переходный вид от человека к ангелу. Зато не забыла внести в проект федерального бюджета на следующий год премии чиновникам в размере свыше 200 миллиардов рублей. Вот такая была эта неделя в России, друзья. А я напоминаю, что наш канал называется Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, выражайте симпатии, пообщаемся. Помимо меня на канале есть и другие проекты, в том числе интересные журналистские расследования. Так что каждый найдет для себя что-то интересное. Ну и добавляйтесь в друзья, мы есть во всех соцсетях. Я благодарю вас за внимание, всех люблю, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok